Медиагруппа «Авангард» представляет Александр Чернышев, Роскомнадзор Сергей Миронов, Минфин Игорь Липунов, Ростелеком И первое слово в рамках нашей сессии я передаю Николаю Зубареву Николай, вы представляете оно С одной стороны вы видите, как каждый день бизнес А с другой стороны государство реализует программу «Цифровая экономика» Как мы участвуем в обсуждении Расскажите, какие у нас задачи на 2020 год Что получилось в 2019-м, чего нам ждать? Ольга, спасибо большое, коллеги, здравствуйте Очень приятно еще раз вам рассказать Теперь уже про цифровую экономику Наверное, расскажу в целом И более подробно остановлюсь на федеральном проекте Информационная безопасность Но со стороны получается более нейтральной Потому что у нас есть представители федеральных органов исполнительной власти У нас есть коллеги, которые являются центром компетенции По одному из федеральных проектов, это Ростелеком У нас есть бизнес, у нас есть представители силовых структур В общем, только всех представила Ну, давайте я вам расскажу про нацпрограмму Нацпрограмма Это один из 13 уже проектов Озвученных в указах президента Я являюсь представителем автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Чем отличается эта программа и этот проект от других? То, что формирует предложение бизнес Если все остальные нацпрограммы и нацпроекты На самом деле, тоже опять у нас Понятие нацпрограммы и нацпроекты, они в принципе схожи Но у нас их 13 и в каждой из нацпрограмм есть еще федеральные проекты То есть их там, наверное, более 40 в целом получается Они все работают по постановлению 1288 Мы работаем по постановлению 234 То есть раньше было 10.30 То есть бизнес собирается на площадке Оно цифровая экономика Мы вписаны в систему управления Есть центры компетенций Как я уже сказал, по инфраструктуре это Ростелеком По инфобезу это Сбербанк По цифровым технологиям целых два центра компетенции Это компетенции, это Росатом, Ростех Происходит сбор предложений В программу и в федпроекты Дальше их рассматривают на рабочей группе И после этого мы их направляем в курирующий федеральный орган В данном случае это Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Это 6 базовых направлений То есть 6 федеральных проектов Информационная инфраструктура Кадры и образование Нормативное регулирование Информационная безопасность Цифровое государственное управление Цифровые технологии По каждому кратко могу сказать Инфраструктура Это сети, 5G Интернет всем Кадры и образование 120 тысяч каждый год И не хватает, будем больше Нормативное регулирование Нам необходимо Определиться Что мы делаем Как мы делаем Нам необходимо создать регуляторные песочницы Особые зоны Центр компетенции Сколково Огромное количество Работает специалистов Информационная безопасность Коллеги расскажут больше меня Наверное Остальные Основные 4 стрима Которые определил Новый министр Это кадры Нормативка Переработать Причем Если мы работаем По тематике Нормативки Бумаги много не надо Это стандарт Пилот Проект Серия Все достаточно Должно быть Лаконично Увеличить Количество Мероприятий Которые Необходимы И направлены Для Граждан И бизнеса В основном Потому что Программа так и планировалась Почему в нее Активно Вовлечен Бизнес Цифровое Госуправление Самое актуальное Интересное Это супер сервисы Центральный банк Потом попрошу Ольгу прокомментировать Или коллег из зала Может быть Европротокол онлайн Можно оформлять Оказывается Может кто-то пробовал Отвечал Центральный банк Запустили Еще заряд У нас будет Реализовано Мероприятие Онлайн Подача Обращений Граждан В правоохранительные органы Цифровые технологии Это все Самое передовое Это робототехника Сенсорика Большие данные Хотя мы не определили Что такое Большие данные Но мы к этому стремимся Еще у нас есть Отраслевые направления Потому что По поручению Премьер-министра И это абсолютно правильно Мы теперь идем В отрасли И необходимо Синхронизировать Те нацпрограммы Которые существуют Сейчас С отраслевыми проектами Чтобы не было дублирования Его необходимо Конечно исключать Поэтому Используем площадку Для коммуникации Для обсуждения Проведения стратсессий Снятия противоречий Что достаточно Эффективно получается Система управления Построена следующим образом Есть она Цифровая экономика У нас есть У нас нет Ни копейки бюджетных денег Что самое главное Мы не ГРБС Значит у нас есть Учредители При этом у нас является Одним из учредителей И является Правительство Российской Федерации Без имущественного взноса Есть наблюдательный совет Который возглавляет Андрей Амс Белаусов Он так подтвердил Что он будет его возглавлять Значит продолжает То есть Есть рабочие группы Есть центры компетенции Центры компетенции Как и уже готовят предложения Мы их рассматриваем На рабочих группах Дальше направляем Если одобряем Эти предложения В курирующие ФАИ Спорные вопросы Выносятся на НАП-советы Дальше они эскалируются На уровне администрации президента Теперь более подробно Про Федпроект Информационной безопасности Вот вы видите Кто у нас является Руководителем Центра компетенции Это Сбербанк Руководителем Рабочей группы Наталья Ивановна Касперская Соответственно Члены рабочей группы Тут представлены В том числе Вадим Александрович Уваров у нас Член рабочей группы У нас Соколов Алексей Валерьевич Член рабочей группы Масух Илья Ильсович Качалин Игорь Федорович Все уважаемые люди В том числе Как от бизнеса Так и от ФАИВов При этом Слав Константинович Он одновременно является Членом рабочей группы Руководителем Центра компетенции От Сбербанка Вот кратко Я вам расскажу Которые сейчас Мы уже имеем Это уже Честно Пятая наверное Версия Федпроекта Это не наша вина К сожалению Так получилось Что всем необходимо Было привести их К Безобразно Но однообразно Или однообразно Но безобразно Всем нужно было Прийти к формам ГИС Электронный бюджет Вот вы видите Финансирование Бюджетное В небюджетное Раньше было 27 Теперь стало 20 У нас есть письма Написанные на Андрея Ремовича Белоусова И Дмитрия Николаевича Чернышенко О том что необходимо Увеличить поддержанные Импортозамещения С 5 до 39 миллиардов Основные На данный момент Мероприятия Федпроекта Их всего 56 Платформы и сервисы В сфере информационного Запятости 15 Импортозамещения 6 Нормативка и стандарты Есть план Федпроекта Есть ключевые мероприятия Которые отдельно Находились на контроле У администрации Президента Это импортозамещение О чем говорит И говорила На прямой линии Наталья Ивановна Как бы рассказывает Это платформы Для Граждан Это практика Ориентированного Обучения По итогам Мы по итогам Года провели 20 заседаний Рабочей группы Это то, что касается Нашей организации Рассмотрели порядка 50 технических заданий Центр компетенции Готовил Готовил финансово-экономическое Обоснование Одно из интересных мероприятий С центральным банком Центр тестирования Средств Криптографической Защиты информации Подготовили ФЭО Очень много Работали Увеличение Финансирования Поддержки Разработчиков Отечественного ПО С 35 миллиардов До 39 миллиардов Это действительно Необходимо Это базовые функции Это базовое ПО Оно делится на базовые Промышленные Операционные Операционные Системы Субеду Офисное ПО И промышленное ПО Отдельно Это ERP, SAT, SAPR, CAD, KM, EM Все Все что касается Промышленного ПО Рассмотрели Концепцию Спецресурса В общем Это достаточно Можно много Разговаривать Я думаю Что В целом Я рассказал Что мы много Работали Много работаем Готов Поделиться Информацией Вот И наверное Более предметно Расскажут Последующие коллеги Спасибо Да Николай Спасибо Банк России Тоже активно Участвует В реализации Мероприятий Цифровой экономики Мы участвуем В 23 мероприятиях И для того Чтобы сформировать Систему Учета мнения Кредитно-финансовой сферы Для того Чтобы вы слышали Нашу отрасль Мы долго думали Как нам правильно Организовать работу И работу Работу мы построили Следующим образом У нас есть В банке России Тематическая рабочая группа В которую Входит 81 участник Из 23 Организаций И прежде чем Прийти к вам На заседание Вашей рабочей группы Мы каждый вопрос Отрабатываем В рамках нашей Тематической рабочей группы Вот у меня К вам вопрос Дайте нам Независимую оценку Насколько эффективно Построена наша работа Как мы Отрабатываем Все вопросы У матросов Нет вопросов Вы приходите Всегда абсолютно Подготовлены Вот с таким Вот большим Объемом Как минимум Документов Я как-то приходил К вам На ваше заседание Внутренних Рабочих групп Там приходят Банки К вам даже Ростелеком Приходил Василий Лукиных РТ Солар Они делают Позитив Приходил Анализ Угроз В приложении Которые они сделали Собственно говоря То есть мы продолжаем Мы продолжаем Работу Вы продолжайте Да Николай Спасибо Сейчас я передаю слово Роману Чеплегину Роман у нас представляет Минкомсвязь Как ответственный ФАИФ За реализацию Направления информационной безопасности Роман в наш проект Включился не так давно И вот у меня вопрос Роман Во-первых Ваше мнение От того что происходит У нас в информационной безопасности В этом проекте И взгляд Минкомсвязи Как ответственного ФАИФа На результаты 19 Твои планы на 20 Спасибо за вопрос Он действительно хороший И очень актуальный Был для меня Особенно первые мои 4-5 недель В должности Я работал В принципе по бэкграунду В основном В банках И в консалтинге В различном В том числе В международном И конечно Мое первое впечатление Было Это Насколько масштабно Само это мероприятие Федпроект Программа Чуть-чуть вам расскажу Об этом В целом Как работает система Думаю Что это одна Наверное Из областей Для улучшения И в общем-то Нам такую задачу Ставят Но еще раз Хочу отметить Что с точки зрения Участников Федерального проекта И программы В целом Они конечно Очень сильно вовлечены Очень хороший Скажем так Костяк Сформирован Многие организации Действительно Привносят Полезную Конструктивную Работу Хочется Чтобы все больше И больше Вот таких Включений Было В нашу Деятельность Я чуть-чуть Больше погружусь Наверное На такой Прикладной Уровень Нашего Федерального Проекта Винкомсвязь Является Ответственным Фаивом За Выполнение Программы Национальная Экономика Цифровая Экономика Соответственно Департамент Информационной Безопасности Который Курирует Заместитель Министра Алексей Валерич Соколов Отвечает За Федеральный Проект Информационной Безопасности Как сказали Всего Федпроектов У нас Шесть Здесь Наверное Ключевая Мысль Которую Можно увидеть Из названий То что Федпроекты Между собой Связаны У нас Есть Федпроект Кадры И мы Понимаем И в нашем Федпроекте Информационной Безопасности Есть задачи По кадрам Причем Мы четко Понимаем Что Это везде Обсуждается Что кадры Это Действительно Такая Очень Насущная Тема Которая Требует Очень много Внимания Очень много Работы Инвестиций К сожалению Она еще Связана С человеческим Фактором Людей Быстрее Не вырастешь И зачастую Быстрее Не обучишь И вот Здесь Это Один из Моментов Для активной Интеграции Между Одним Федеральным Проектом И другим То же Самое Идет И по Цифровой Экономике По нормативному Регулированию Все вы Прекрасно Знаете 152 Закона Персональных Данных Закона КИ И все Это Дорабатывается В персональных Данных Сейчас Активно Ведется Обсуждение Темы По Обезличиванию Пытаемся Найти Здравый Баланс Между Интересами Субъекта И Возможностью Для бизнеса Развиваться И использовать Эти данные И так Далее С точки Зрения Приоритетов Как я Сказал Действительно Выявить Мейнстримы Основные Направления Деятельности Было Не так Просто Тем Не менее У нас Есть Ключевые Документы Которые Нам Задают Это Указ Президента О Приоритетных Целях Есть Федеральные Проекты Национальные Программы Информационного Общества И так Далее Нашу Деятельность В рамках Федпроекта Информационная Безопасность Которая Состоит Из 56 Мероприятий Мы Сгруппировали Это Противодействие Киберпреступности И Обеспечение Устойчивости В области Информационной Безопасности Это Импортозамещение И Использование Отечественных Разработок Как программного Так и аппаратного Обеспечения И это Конечно же Подготовка Специалистов И обеспечение Защиты Прав Граждан В общем-то Нас с вами Следующий Важный Момент Который Здесь Хочется Подчеркнуть То что Федпроект Требует Участия Нескольких Различных Федеральных Органов Исполнительной Власти Участие Бизнеса И Участие Системы Управления Всей программой Всем проектом Часть Мероприятий Построена Так что За них Отвечает Только Минком Связь И В основном Делает Своими силами С привлечением Фаивов Некоторые Напрямую Привлекая Подрядчиков Исполнителей И так далее Здесь Наверное Я назову Только несколько Таких ярких Ключевых Это конечно же Учения В области Информационной Безопасности В области Повышения Устойчивости Функционирования Интернет Это инициатива По созданию Отраслевого Центра Госсопка Интересное Спорное Мероприятие Но я думаю Что мы С ним Справимся И оно Действительно Полезно Это Развитие 187 Закона Именно Развитие В плане Поддержки Субъектов Российской Федерации То есть Мы действительно Перечисляем Определенное Финансирование Мы ведем С ними Плотную Работу Помогаем Консультативно Для того Чтобы регионы Тоже подтягивались В этом вопросе Создание Национального Удостоверяющего Центра С точки зрения Импортозамещения Очень яркая Инициатива Мы В общем-то У нас есть Оператор В настоящий момент Это РФ РИД Который Сейчас Работает С открытым Конкурсом По Выдаче Грантов Привлечению Потенциальных Разработок Новых Стартапов Идеи Инноваций Или доработки Текущих И выдача Грантов Для того Чтобы Действительно Отечественное Программное Обеспечение Появлялось Появлялись Практически Прикладные Работающие Вещи С точки зрения ПО И оборудования Ну и с точки зрения Конечно работы С персоналом Со специалистами Это Обучение людей Здесь Действительно Нам очень сильно Помогают Я бы даже сказал В принципе Выполняют Основную роль Организации Такие как Ростелеком Такие как Сбербанк Позитив Технологи Другие То есть действительно Ребята В рамках своей деятельности Центральный банк Опять же Безусловно Действительно Делают Большую важную работу Учат Учат Каждый день Действительно Кого-то Своих специалистов Внешних специалистов Вопросам информационной безопасности Инициатива По киберполигону Я считаю Достаточно уникальная Не только в России Но и в масштабах мира В целом Потому что Те подобия Которые Киберполигонов Существуют сейчас Они В основном Коммерческие И сильно коммерческие И непонятно На что вообще ориентированы В то же время У нас задача Создать Инфраструктуру Которая А. Позволит Развивать специалистов Развивать на практике С точки зрения Противодействия Кибератакам С точки зрения Улучшения защиты Но и так же С точки зрения Использования Современного И программного Обеспечения Средств защиты Информации Вообще техник Тактик Защиты И отражения Не буду Перечислять Задачи И мероприятия Которые Выполняют Фаивы Но скажу Что это Действительно Очень важные Важные вещи И без них Даже половина Наверное Без поддержки Фаива Без поддержки Бизнеса Наверное Половина Бы не было Сделано Да и В принципе Картина Наверное Не была бы Такой Комплексной Хотя И с точки зрения Комплексности Тоже Есть у нас Задачи По развитию С точки зрения Ключевых результатов Да В прошлом году Была очередная Реформация Пересматривали Бюджеты Переназывали Мероприятия И так далее Это была техническая Работа Которая тем не менее Привела к тому Что большинство Скажем так Контрактов Переход от Бумажной К практической Работе Произошел К концу года Поэтому Сейчас мы Пока можем Отметить То что ведутся Проектно-конструкторские Работы По тем мероприятиям Где должны Создаваться реальные Системы Системы защиты Системы автоматизации Это еще раз Я отмечу Тот конкурс Который На выдачу Грантов Идет Потому что Это реально Мега важно Мы очень хотим Чтобы туда пришли Настоящие специалисты Люди И компании Которые действительно Готовы создавать Нужное Программное обеспечение А не те Которые просто Умеют классно Играть На подобных Конкурсах Обучение Субъектов Поддерживаем Преференции Для Законодательно Закреплены преференции Для отечественного Программного обеспечения Ну и да Действительно Есть у нас Такая инициатива Это по проведению Учения Я сказал В том году Было проведено Одно масштабное Учение В конце года В отрасли связи В этом году Мы обязаны Я бы даже сказал Провести еще Четыре Подобных Учения Они Разного плана План Разной Направленности План учения Утвержден То есть Здесь уже Шага назад С точки зрения Задач Текущего года Это Действительно Переход Уже к практическим Осязаем Я так бы сказал Результатам То есть От разговоров От разработки Документации К получению Прототипов Или же Даже Может быть Уже Первоначальных Систем В каком-то Первоначальном Приближенном Виде Для опытной Эксплуатации Это Продолжение Финансирования И поддержки Разработки Программного Обеспечения Это поддержка Субъектов Здесь Хочется Наверное Ключевой Момент Донести То что Так как Нам поставило Скорректировало Руководство Задачу Я имею ввиду Правительство Цель Должна быть На достижении Действительно Каких-то Прикладных Результатов А не то Что позволяет Поддерживать нам Диалог И продолжать Бесконечные Разговоры Здесь Мне кажется И то что я Слышал на рабочих Группах В общении С коллегами Здесь все Поддерживают Эту задачу И будут Я думаю Фокусироваться На ее выполнении Спасибо Да Роман Спасибо И я сейчас Кратко расскажу Как банк России Участвует Как раз В реализации Программы Какие у нас цели Есть на этот год Что мы сделали В прошлом У нас есть мероприятие Многим знакома Цифра 1.22 Это безопасность Платежных систем Мы реализуем Это мероприятие Совместно с Минкомсвязью ФСБ России И Минпромторгом При участии Визы Мастеркард И НСПК Это достаточно Трудоемкая Сложная задача Задачная перспектива И для того Чтобы качественно И отработать Мы сформировали Группы экспертов Собрали лучших Представителей Нашей отрасли А также разработчиков Банковского приложения И СКЗИ И объединили усилия Для разработки документов Всего у нас Участвует в данной работе Порядка 80 Участников Из 30 Организаций Чего нам удалось Достичь В 2019 году Во-первых Мы разработали Функциональные Технические требования Требования К модулю безопасности ХСМ модулю Разработали требования К платежным устройствам С терминальным ядром И разработали требования К платежным картам Кроме того Мы определили Совместно с ФСБ Требования К СКЗИ И разработали регламент Нашего взаимодействия Из последних Таких интересных задач Которая стоит Перед всеми нами Перед Минкомсвязью Перед ФСБ Перед Банком России Это разработка Концепции Центра тестирования СКЗИ Мы уже обсуждали Данный вопрос На рабочей группе В рамках цифровой экономики Сейчас более плотно Подошли к решению Данной задачи Обсуждаем Все необходимые детали И нюансы И сейчас Я хотела бы Передать слово Владимиру Простову Из ФСБ России С коллегами Мы достаточно плотно Взаимодействуем И Владимир расскажет Как раз про те документы Те наработки Которые у нас есть В 2019 году Спасибо Спасибо Ольга За представленную возможность Ну В общем хочу сказать Что сказать ФСБ участвует Во многих проектах По цифровой экономике Но мне кажется Вот тот проект Который сейчас Реализуется Совместно с Центральным банком Это по внедрению Российской криптографии В национальной платежной системе В национальной значимой Платежной системе И это один из Наиболее Эффективных проектов Который сейчас Развивается активно Я в нем И наша организация В этом участвует Сказать Очень интенсивно Несколько слов По истории вопроса Вообще Откуда вообще Возникла эта проблема Когда Было принято решение О создании Национальной платежной системы Платежных карт В России ФСБ сразу Говорило о том Что Все-таки Криптография Национальная Это Как бы сказать Некий уровень Безопасности Для страны И качество Криптографии Это очень важный элемент Поэтому мы сразу Предложили Рассматривать Варианты О том Что внедрять Помимо Стандартных МВишных Реализаций МВишных Протоколов Еще Альтернативные Протоколы Которые Основаны На российской Криптографии Ну Поначалу Конечно Этот процесс Очень такой Был Очень напряженный Все время Нам говорили О том Что Внедрение Дополнительных Элементов Криптографии Это Утяжелит Систему Это Систему Система Будет Более Дорогая Для Российских Имитентов И для Российских Банков Это Будет Дополнительными Нагрузкой Мы Прекрасно Понимали Эту Проблему Старались Найти Эффективные Решения Основным Нашим Аргументом Было То Что Например В той Жей Системе Паспортов Которая Существует Сейчас В России Никто Не Видит Что Когда Вы Проходите То Самое Погранконтроль В России Вы Проходите По Российскому Алгоритму Когда Вы Приезжаете В Европу Или В другую Любую Страну Вы Проходите По Стандартам Икау Это Для Пользователя И для Человека Совершенно Незаметно Но При этом Все-таки Мы Наше Решение Наша Безопасность Она Жижется На Наших Алгоритмах Дискуссия Была Очень Серьезной Более Того В Инициативном Порядке Хотя По Согласованному С Банком И НСПК Протоколу Мы Даже Разработали 8 Стандартов Которые Являются Альтернативой МВичным Стандартам Тем самым Показав Более того Мы В рамках Эти Реализации Даже Я считаю Что мы Разработали Более Сильные Стандарты Более Сильные Алгоритмы По сравнению С ЕМВ Вот Но Как бы Скать Это так и был Пробный шар Дискуссия Была Очень Серьезной И В общем Было Принято Решение Перенести Все Эти Решения На Площадку Цифровой Экономики Базовым Элементом Для Постановление банка Как оно Называется Постановление банка 382П Которая Определила Что Все Таки В национально Значимых Платежных Системах В Российской Федерации С 24 Года Должны Применяться По крайней мере На первом этапе Это В модулях ХСМ Они Должны Быть Разработаны И Соответствуют Требованиям Которые Не только ЕМВ Определяют Но Определяют Компетентные Органы В Российской Федерации Вот На этой Базе Пошел Процесс Развития И Собственно Как Ольга Сказала В этом Году Я считаю Это Очень важные Моменты В соответствии С планом Цифровой Экономики Были Разработаны Функциональные Требования Они Касаются Не только ХСМ Но и Всех Остальных Элементов Базовых Элементов Это Платежных Терминалов И платежных Карт По Функционалу То есть Что Они Должны Реализовывать И Это Было Разработано Под Гидом Центрального Банка Центральный Банк Был Главным В этом Вопросе И Второе Требование Это Требования По безопасности Которые Были Разработаны Под Нашей Гидой Под Нашей Организацией Но Согласованы Конечно С Центральным Банком Эти Два Документа Были Сейчас Уже Утверждены По-моему Пока Они Еще Не Опубликованы На САДИ ЦБ Но Я Надеюсь Что Они В ближайшее Время Будут Опубликованы И В общем Это Очень Важные Документы Которые Будут Являться Стратегическими Документами Для Банковской Сферы На Ближайшие Годы Хотелось Обратить Внимание Что С 24 Года По Крайней Мере По Безопасности Все Платежные ХСМ Которые Будут Использоваться Российской Федерации Должны Соответствовать Этим Требованиям И Эти Требования Не Только Требования ЕМВИ Это Требования ФСБ России Второй Момент Очень Важный Который Мы Хотели Реализовать Это Создание Центра Тестирования Потому Что Понятное Дело Одной Из проблем Которая Возникала Это То Что Соответственно Наши банки Они Должны Работать Конечно И В НСПК И Естественно Поддерживать Системы Международных Платежек Систем Отсюда Возникает Проблема Кроссертификации Или Совместной Сертификации Что И Эти Модули Должны Сертифицированы Как По требованию Российской Федерации По Нашим Требованиям Так И По требованию ЕМВИ Значит Вот Сейчас Это Дискуссия Активная Как Собственно Говоря Эту Проблему Решать Есть Несколько Вариантов Вариант Создания Лаборатории В Российской Федерации По Которое Было Акредитовано Было В ЕМВИ Которое Могло Сертифицировать И по требованию ЕМВИ И по требованию ФСБ Либо Будет Отдельная Сертификация Когда Наши Разработчики Будут Обращаться Все-таки В Центре Сертификации За пределами Российской Федерации Будут Получать Сертификацию Там По И требованиям ВМВИ А по Нашим Требованиям Будут Получать Сертификаты Внутри Российской Федерации Разработчики Банковского Оборудования ХСМ Модулей Они Сейчас Прорабатывают И Одни И Вторые Варианты Не могу Сказать Чем Это Все Закончится Но Процесс Идет Я Своей Сторон Мы обсуждали На рабочей Группе Про Которую Ольга Говорит Там Участвуют И представители Визы И мастер Карта Они Настоятельно Рекомендуют Создать Лабораторию Внутри России Возможно Это Наиболее Эффективный Вариант Который Позволит Облегчить Процесс Мы Надеемся Очень Сильно На То Что Международная Платежная Система Нам В этом Плане Помогут Потому Что Здесь Очень Важный Момент Это Взаимозаинтересованность Они Заявляют Что Им Совершенно Без Разницы Чьи Продукты Будут Использоваться Российские Или Нероссийские Внутри Российской Федерации Поэтому Это Тоже Очень Важный Момент Их Поддержка Для Нас Очень Важна Ну И Мы Надеемся Что Мы Этот Вопрос Как То Все Так Согласуем Решим И В Ближайшее Время Процесс Будет Активно Развиваться Для Этого Еще Раз Ольга Сказала Создается Центр Тестирования То То Он Предусмотрен Планом Цифровой Экономики Создается Он Сейчас На Базе Ни Восход Значит Вот Сейчас Они Концепцию Нам Совместно Она Сейчас Активно Обсуждалась В чем Есть Некое Сейчас Расхождение Платежные Системы Предлагают Все-таки Чтобы Разработчики Средства Защиты Напрямую Общались С Лабораториями Серклюзионными Ну Понимая Что Этот Процесс Непростой Мы У нас Была Концепция Мы Ходили Такой По Грани Концепцию Предложить Что Все-таки Мы Создаем Некий Центр Тестирования В Который Разработчики Приходят А Этот Центр Тестирования Будет Являться Неким Центром Взаимодействия Между Российскими Разработчиками И Центрами Сертификации По Требованиям ЕМВИ Ну Какой Вариант В итоге Будет Принят Я Пока Сейчас Не Готов Сказать Мы Хотели Сейчас Видим Что Они Действительно Занимают Активную Позицию И Позиции Которые Возможно Позволят Нам Найти Приемлемое Решение Проблемы А сейчас Я Предоставляю Слово Александру Из Роскомнадзора Александр Расскажите А что У нас Вообще С Безопасностью Российского Сегмента Сети Интернет Я Хотел Кратко Рассказать Чем Занимается Роскомнадзор В этом Направлении У нас Было Поручение Совета Безопасности Российской Федерации О Создании Замещающей Инфраструктуры Глобальной Сети Интернет На Территорию Российской Федерации И Создание Информационных Систем Которые Бы Занимались Мониторингом И Управлением Сети Связи Общего Пользования И Российского Сегмента Сети Интернет В Продолжение И в Исполнение Тех Поручений 13 Февраля 2019 Года Год Назад Вышло Постановление Правительства О Создании Центра Мониторинга И управления Сети Связи Общего Пользования 1 Мая 2019 Года У нас Вышел 90 ФЗ Который Вносит Изменения В закон О связи 126 И закон Об информации 149 В котором Определены Положения По обеспечению Целостности Устойчивости И безопасности Функционирования Национального Сегмента Сети Интернет И сети Связи Общего Пользования В том числе Например Впервые В законодательстве У нас Закреплено Что такое Например Точки Обидно Трафиком Определены Функциональные Требования К информационным Системам Которые Управляют Сетью Связи То есть Это Кооператорам Требования И В развитии 90-го ФЗ В 2019-м Году Федеральный Орган Исполнительной Власти Роскомнадзор Определенно Ответственным За создание Информационной Системы Центра Мониторинга И управления Сети связи Общего пользования Летом 2019-го Создан На базе В ГУБ ГРЧЦ Центр Мониторинга И управления Сети связи Общего пользования И к концу 2019-го В этом направлении У нас Достигнуты Следующие Результаты У нас Создан Системный Проект На Информационную Систему Центра Мониторинга И управления Сети связи Общего пользования Создана Первая Очередь Программно-аппаратных Средств Так называемых ПАС Мониторинг И ПАС МУСОП Это Мониторинг И управление Сети связи Общего пользования Создана Подсистема Управления Инцидентами И В полном Объеме На данный момент Создана Подсистема Информационной Безопасности Модель ГРОС Согласована Регуляторами В свою очередь За счет Средств Внебюджетного Финансирования Ростелеком Создал Реестр Маршрутной Адресной Информации Это Аналог Того Реестра Который Ведет РАЙП И Создана Национальная Система Доменных Имен Корневая Инфраструктура ДНС Серверов На территории Российской Федерации Планы Планы На 2020 год У нас Развитие ПАС Мониторинг И ПАС МусОП Соответствующие Подсистемы Которые вы видите На слайде И Работа По данным Направлениям В соответствии Паспорта Федпроект Информационная Безопасность Цифровой Экономики Она Рассчитана До 2021 Года И дальше На поддержание Что у нас Получится В итоге На этом Слайде Можно Видеть Что получится У нас В итоге То есть Созданная Система Направлена На обеспечение Устойчивости Целостности Безопасности Функционирования Сети связи Общего Пользования И сети интернет На территории Российской Федерации При возможных Внешних Угрозах При возможных Неправомерных Действий И ввоз Действий На сети связи Операторов Российской Федерации Субъектами Которые Будут Взаимодействовать Созданная Система Это Операторы связи Организаторы Распространения Информации Владелицы Технологических Сетей Либо Иные Которые Имеют Номера Автономных Систем Владельцы Линии связи Которые Пересекают Границу Российской Федерации И Международные Организации С кем С кем Будет Организовано Взаимодействие И в данный момент Уже Организовано Взаимодействие Это Информационная Система Федеральных Органов Исполнительной Власти МЦУКС МЧС России И НКЦКИ Я думаю Что Вопрос По Взаимодействию С Финсертом Тоже будет Поднят И будет Рассматриваться Уважаемые Коллеги Возвращаясь К самому Началу Своего Выступления Я выражаю Уверенность В том Что Беспребойное Обеспечение Безопасности Функционирования Сети связи Общего пользования И сети интернет На территории Российской Федерации Это не миф Это реальность И мы к этому придем Спасибо за внимание Спасибо Александр Я предлагаю Нам обсудить Следующую тему Это Знаменитый Электронный Бюджет Все мы Столкнулись С электронным Бюджетом В середине Прошлого года Когда нам Необходимо Было экстренно Переписать Все наши Мероприятия В систему Я от лица Банка России Скажу Что мы С Дмитрием Германовичем Ответственны За электронный Бюджет И два месяца Мы пытались Подключиться К этой Замечательной системе Пролили много Слез Но все-таки Это сделали А сейчас Коллеги Из Минкомсвязи Взяли нас Под свою опеку И активно Помогают работать Но это Так Наша личная боль Наше переживание Система Электронный Бюджет Развивается Растет И вот Сергей Миронов Из Минфина России Нам сейчас Расскажет Наверное Что такое Все-таки Электронный Бюджет Это Наверное Не только Боли Слезы И какие Вообще Перспективы Добрый день Уважаемые Коллеги Я хотел Рассказать Вам Немножко Про Электронный Бюджет Основание Для Создания Электронного Бюджета Это Постановление Правительства 658 2015 Года О Интегрированной Информационной Системе Электронный Бюджет На самом деле Электронный Бюджет Создавался Еще Начиная С 11 Годов Когда мы Совместно С федеральным Казначейством Создавали Системную Архитектуру Проектировали Систему И основное Ее назначение Это Обеспечение Прозрачности Открытости И подотчетности Деятельности Всех участников Бюджетного Процесса А также Повышение Качества Финансового Менеджента Какие Сейчас Технологические Результаты Мы Внедрили Электронную Регистрацию Пользователей То есть У нас Сейчас Более 300 тысяч Электронных Заявок На регистрацию Пользователей Где люди В течение Одного Суток Получают Полномочия Необходимые Для работы В системе Кроме того Мы первые Реализовали Вход по Сертификатам Гастовым То есть ТЛС сертификаты И технологии Которые Разработаны Отечественными Криптографическими Разработчиками Они были Первые Апробированы У нас И до сих пор Успешно Унедряются И во всех Подсистемы Электронных Бюджетов Отшляется Вход По сертификатам У нас Подключено Более 9000 Юридических Лиц У нас Подключены Все Участники Бюджетного Процесса В среднем Количество Пользователей Системы Только Подсистем Оператором Которых Является Минфин Россия Это Порядка 160 Тысяч Пользователей Если Мы возьмем Еще Федеральное Казначейств Это Уже Более 400 Тысяч Пользователей И Порядка Онлайн Подключения Порядка 30 Тысяч Пользователей Работают Онлайн В нашей Системе В нашей Системе Мы Реализуем Меры По Импортозамещению Соответственно С 2018 Года Мы Реализовали Возможность Работы С ГИС Электронным Бюджет С Полностью Отечественного Арма С Отечественными Средствами Защиты С Отечественной Криптографией В отечественном Браузере С Отечественными Средствами Соответственно Это Еще Было В том Году Кроме Того Мы Были Одними Из Первых Кто Промышленную Систему С С Убд Оракол Перевел На С Убд Позгарь С Отечественной В Настоящее Время Мы Движемся К тому Чтобы Обеспечить Работу С С С Мобильных Устройств На Отечественной Операционной Системе Аврора Мы Надеемся В этом Году Мы Это Осуществим Несмотря На Это Все Пользователи Работают Но Мы Также Обеспечиваем Защиту От Внешних Угроз На Слайде Представлены То Количество Атак Ежедневно Которое Ощеляется На Наш Сайт Тот Спам Писем И Мы С помощью Отечественных Средств Защиты Успешно Им Противостоим Какие Результаты За 2019 Год Соответственно Все вы Знаете Что В рамках 2019 Года Создана Подсистема Управлении Нацпроектами Есть Много Замечаний К ее Работе Особенности Построения Действительно Это было Сложно Мы Должны Понимать Что Она Как раз Создавалась То есть ТЗ На Создание Этой Системы Было Подписано Правительством В конце Лета 2018 Года И Вот Последний Этап Ее Создание Должен Был В декабре 2019 Года Закончиться Соответственно Как раз Вся Работа Всех Органов Власти Всех Организаций Как раз Шла На Создаваемую Систему Мы Успешно Это Выдержали И Соответственно Уже Более Пяти Месяцев У нас Ежегодно Формируются И отчеты По РЕК Проектам По ФЕД Проектам И по Нацпроектам И В настоящее Время Уже Обеспечено Подключение Более 20 тысяч Человек Только Под Семь Управлением Нацпроектами Кроме Того В рамках Работы С Гостайной Мы Начали Создавать Единый Распределенный Комплекс Закрытой Части Электронный Бюджет У главных Распределителей Бюджетных Средств Под ключ К сожалению Требования Регуляторов Оказывают Воздействие На те Аппаратные Средства Которые Могут Применяться На этих Аппаратных Средствах Мы Планируем Дальше Вести Доработку По созданию Электронной Подписи В области Государственной Тайны И поэтому Требования К тому Оборудованию На котором Будет Формироваться Электронная Подпись Для сведений Составляющих Государственную Тайну Оно Накладывает Ограничения Именно на Марки На контроль Встраивания И на Проверки Соответственно Минфин Обеспечивает Главных Распредителей Бюджетных Средств Теми Аромами С которых Они будут Это делать И мы Планируем Что через Полтора Года Мы уже Уйдем В безбумажные Документы Оборот С главными Распредителями Бюджетных Средств При формировании Бюджета Содержащие Сведения Составляющие Государственную Тайну Для того Чтобы вы Все знали Что банки Работают Не только В нацпроектах Существует Еще Три Направления Деятельности В которых Ежедневно Ежемесячно Работают Банки Это в части Предоставление Субсидий С федерального Бюджета На кредитном Организации На возмещение Дополученных Доходов По кредитам Представляемых Граждан Имеющих Детей Заключение Соглашения По предоставлению Субсидий С федерального Бюджета И формирование Информации О неисполненных Обязательствах Организации И с точки Финансирования Обеспечения Которых Является Неиспользован На 1 января Текущего Года Остатка Субсидий Бюджетных Инвестиций На слайде Указано Что в среднем Порядка 340 миллионов Рублей Размер Субсидий В месяц Который Заключается В нашей Системе Электронный Бюджет Также указано Количество Соглашений На сумму Более 80 миллиардов В 2018 Году 60 В 2019 И за 1 месяц Уже 3 миллиарда Соглашений Заключено И указано Количество Пользователей Банков Которые Есть То есть Порядка Более 180 Сотрудников Разных Банков Подключено Теперь Хотел Остановиться На направлениях Развития Которые Мы сейчас Двигаем Первое Это Искусственный Интеллект Техподдержки Второе Это Работа Мобильного Приложения На Отечественной Операционной Системе Аврора И Третье Долговременное Хранение Юридически Значимых Документов Сейчас Я остановлюсь На каждом Из этих Направлений Более Подробно С какими Проблемами Внедрения Искусственного Интеллекта Мы столкнулись Тем Что нельзя Признавать Юридическую Значимость Действий Которые Совершены Искусственным Интеллектом Нельзя Взять Решение Из коробки И начать Его использовать Негативное Отношение У большинства Пользователей К роботизации То есть Когда Пользователь Понимает Что с ним Работает И долгое время Обучения Необходимость Подготовки Большой Выборки Для обучения Поэтому Для своей работы Мы начали В соответствии С решением Президента Что надо Внедрять Искусственный Интеллект Мы начали Именно Работать В технической Поддержке В настоящее Время В электронном Бюджете Есть два Пути Обмена Информации С Работы С пользователями Это Обращение В техническую Поддержку Которая Формируется В самой Системе И Через Звонки В колл Центр Соответственно В рамках Взаимодействия Службы Технической Поддержки Мы В настоящее Время Уже Создаем Базы Знаний И базы Инцидентов С которыми Сталкиваются Пользователями Также Уже Пилотируем Решатор Который На основании Этих Базы Знаний Будет Формировать Предложения Для операторов Техподдержки Которые Ускорят Принятие Решение И помощь Пользователями В части Взаимодействия По телефону Мы Ну схема Представлена Мы создаем Будем создавать Голосовой Помощник А также Сервис Распознавания Речи Который Поможет Нам Также С помощью Решатора В ускоренном Режиме Представлять Пользователю Информацию Под тем Инцидентом Которые Есть И Следующее Направление Это мы В своей Системе В ближайшее Время Внедряем Чат Чат Бот В рамках Которого Пользователь Сможет В системе Привычной Как чат Общаться С операторами И Получать Решение На свои ответы Мобильные Приложения На Авроре И операционной Системы Аврора Достаточно Недавно У нас Появились Соответственно Опыт Госорган По разработке Приложений Под Аврору Отсутствует Если у нас Уже есть Приложение На Иус Андроид Нельзя Просто взять И портировать Его на Аврору А надо Писать Его с Нуля Поддерживается Под Авророй Только ряд Устройств Даже В рамках Одной Линейки Устройств Операционная Система Не может Работать Создаются Программно-аппаратные Комплексы Совместно Сам Планшет И Операционная Система К нему Система Передачи И установки Приложений Внедрена Через Репозиторий То есть У заказчика Необходимо Внедрить Репозиторий И далее Все приложения Будут разворачиваться На устройства Под контроль На этом Репозиторию И это Ставит В вопрос Распространения Того же Приложения Для всех Госорганов Для всех Ведомств Для всех Субъектов Поскольку Не сделаешь Один репозиторий В Минфине Для всех И управлять Всеми устройствами В Российской К сожалению невозможно И также Встроенные СКЗИ Которые есть Уже на базе Аврора Они не Работают С распространенным Криптопровайдером Например Тоже Криптопро Не работает Под Авророй Но Что из плюсов Можно относить То что Все регуляторы Санкционируют Разработку И согласуют Те модели угроз Где Эта Операционная система Будет установлена На клиентских приложениях И не требуется Дополнительных Установок СЗИ От НСД На устройство Там уже Все есть И Можно использовать Ну и последнее Что хотел сказать Это о долговременном Хранении Информации Дело в том Что действительно Для всех Актуальна проблема В том что Сертификат Ключа проверки Электронной подписи Действует Ограниченное время То что После истечения Либо Списка Отозванных Либо сертификата Уже проверить Юридическую значимость Невозможно Поэтому мы В рамках Своей работы В рамках Системы ЗАГСов Создали подход По обеспечению Долговременного Хранения информации Также обеспечивали Уменьшение Накладных расходов С точки зрения Минимизации Данных Которые Требуются Для подтверждения Целостности И согласовали Этот подход С регулятором И в настоящее время Этот подход Внедряется В систему ЕГР и ЗАГС Налоговая служба И также В этом году Планируется Внедрение В электронном бюджете Спасибо за внимание Сергей Спасибо Теперь мы знаем Что такое Электронный бюджет Я думаю Что вопросов У нас станет Чуть меньше Если они возникнут Мы обратимся К вам Сейчас я хочу Обратиться К Игорю Игорь у нас Представляет бизнес Мы говорили До этого С представителями Госорганов С нашими Ключевыми регуляторами О том Что такое Цифровая экономика Сейчас я хотела бы Спросить у бизнеса Что такое Цифровая экономика Ростелеком У нас является Одним из ярких Представителей Участников В рамках программы У меня к вам вопрос Какие проекты На какие проекты Вы делаете ставки Какие направления Являются для вас Сейчас наиболее Перспективными Цифровой экономики Спасибо Во-первых Мы тоже Столкнулись С электронным бюджетом Сейчас После того Как мы увидели Что там внутри Вот эту вот Всю кухню Удивительно Что она работает И это очень круто Хотя Вот эти вот Декабрьские Ночные бдения Над электронным бюджетом Нас всех В общем Нагнали И долго Мы над ним Корпели Итак Хотел сегодня Рассказать Про некоторые Наши инициативы И нашу работу Но в части Именно информационной Безопасности В программе Цифровая экономика Ну и в целом Наверное Несколько слов Скажу Про нашу Большую инвест Программу По кибербезопасности В части Цифровой экономики Мы участвуем В одном из мероприятий Мероприятия Но мы внутри себя Это называем Создание Системы Раннего предупреждения Об атаках Это делается В рамках Цифровой экономики И в рамках Мероприятий Но за Внебюджетные средства Ну то есть За наш Ростелекомский счет Что это такое В двух словах Сейчас Ростелеком Ну тем более С объединением Стиле 2 Обладает Одно из крупнейших Телекоммуникационных Инфраструктур На территории России И вот этот вот ресурс Вот этот потенциал Мы хотим использовать Ровно для повышения Кибербезопасности Страны Сейчас вот В 19-м году Мы ввели исследование Как на базе Телекоммуникационной Инфраструктуры Выявлять признаки Атак Идущих на наших клиентов Где как По каким Какими технологиями Там Расставить ханипоты Ставить сенсоры Там Смотреть пассив ДНС Вот эти вот исследования Были На этот год Мы утвердили Инвестпрограмму Порядка 300 миллионов рублей На этот год Ну и там Примерно Такие же суммы На ближайшие Три года Ровно Под создание Вот такой вот системы Но основная идея Это видеть атаку На телекоммуникационной Инфраструктуре Оповещать В тот момент Когда мы Видим эту атаку А не в тот момент Когда Задетектировали Или не Задетектировали Атаку Средства защиты Установленные На площадках Заказчиков Это даст Очень серьезный Потенциал Ну И для Предотвращения Атак в целом Для распространения Массовых эпидемий То есть Это возможность Вне зависимости От наличия Сил средств У заказчиков Выявлять Признаки Атак Идущих на них Большая Амбициозная тема И сейчас Мы видим В ней Очень серьезный Потенциал Вторая история Которую мы Реализуем В рамках Цифровой экономики Это вот Уже Роман говорил Это киберполигон В конце года Мы выиграли Финансирование Субсидию Министерства На создание Национального Киберполигона Там предполагается Финансирование И государственное И наше Ростелекомовское Но бюджет Этого мероприятия Примерный Ну там Почти Полмиллиарда рублей Часть из этого Финансируется нами Часть из этого Финансируется Федеральным бюджетом Что такое Национальный Киберполигон Ну и основная Идея Вот когда Многие из нас Либо Там Служили В вооруженных Силах Либо там Знают Ну как Как это все Устроено И почему-то Когда мы Говорим Про обороноспособность Страны У нас Не вызывает Вопросов А почему Мы проводим Учения Почему Перебрасываются Силы Почему Перебрасываются Средства Отрабатывается Взаимодействие Соединений Но когда мы Приходим На территорию Кибербезопасности Вот почему-то Киберучение Прям вот Сильно В диковинку И второй Тезис Что понятно Ну понятно Почему это происходит Начинать Какие-то Приближенные К реальности Киберучения На своей Боевой инфраструктуре Ну почти Невозможно В одном из банков При нашем участии Тоже проводились Киберучения Прям на Живой инфраструктуре Руководитель Безопасности Договорился С председателем Правления И они запустили В сеть Ну такую Очень похожую На OneCry Атакующую Софти Но она Также быстро Распространялась Она демонстрировала На экране То что Ваш компьютер Зашифрован Ну и потом Когда Киберучения Закончились Подводили Некоторые итоги Значит Самым Пострадавшим Было Кабельное Хозяйство Потому что Ну все Там Помнят 2017 год OneCry И основной Рефлекс Который тогда Выработали У себя админы Это как можно Быстрее Выдернуть Патчкорд Из розетки Чтобы не допустить Распространения Так вот В этих Киберучениях То количество Патчкордов И розеток Которые были Вырваны Из коробов С мясом Ну трудно Было Заранее Предположить Ну и в целом Киберучения Когда первый раз Любая организация Их проводит Какие бы ни были Отработанные Написанные На бумаге Процессы Но это вот прям Очень далеко От того Что делают Айтишники Безопасники В реальной жизни Они бегут не туда Делают не то Хватают И спасают Не те ресурсы И конечно Потребность Проведения Киберучения Очень большая И инициатива Которую Сейчас мы Реализуем Это создание Большой Виртуальной Страны Несколько Тысяч Сетевых Сущностей Такой Генераторы Трафика Оживлятели Вот этой Всей системы Это Делается На первом Этапе Две инфраструктуры Эмулируются Первая Это электроэнергетика Вплоть до того Что на киберполигоне Мы ставим Настоящие аппаратные Терминалы Там не знаю Терминалы релейной защиты И так далее Это вот прям Электроэнергетика Вторая часть Которую мы сейчас Делаем совместно С банком России Это моделирование Банковской инфраструктуры Моделирование Как банка Так и банковской Инфраструктуры В целом Киберполигон Мы погрузим И наш ЕБС И вот там Вот эти вот такие Общие Общеотраслевые Системы Они будут доступны И конечно Это способ В такой реальной жизни Отрабатывать И контролировать Устойчивость Инфраструктуры Ну и соответственно Готовить уже Так вот На практическом уровне Команды Защищающихся Ну и на этой базе Будут проводиться И киберучения И киберсоревнования Вот это вот все Такая большая Крутая площадка Это понятно ЦОДы наши Ростелекомовские В том числе Удомли Это Калининская Атомная станция И Четыре Такие точки Присутствия Точки доступа Ну помимо Виртуальных Вот этих вот Игровых площадок Будем делать это ДВФУ На острове Русский Это Москва И две площадки Будут У нас В Сириусе Это вот такой Потенциал Этого года То что мы будем Строить В этом году Ну еще Когда мы говорим Про Киберполигон Это такая Очень тесная связка С нашими Ну вот мы в первой части Говорили Тесная связка И с подготовкой Персонала И работа с молодежью Так или иначе Воспитание В рамках киберполигона Будет одна из Подсистем Такая большая Виртуальная лаборатория Которую мы будем Предоставлять Вузам Для подготовки Их специалистов Это Киберполигон Понятно Это вот Два акцента Первое Это практическая Подготовка Команд Защищающихся И второе Конечно Это подготовка Выращивания молодежи Такой практический Инструмент Их обучения Ну и в целом Когда мы говорим Про Вот наши Усилия Нашу Инвестпрограмму В кибербезопасности Нельзя не сказать Про нашу Инициативу С фри Фондом развития Интернет инициатив Мы Недавно Вошли В этот фонд Это Венчурный фонд Это акселераторы Инкубаторы Это развитие Стартапов Конечно Для нас Как для Ростелеком Очень важно Создание И помощь В создании Стимулирования Создания Наших технологий Безопасности Не просто Импортозамещение Через перелицевание Американского Или китайского А именно Создание Таких вот Наших Российских По честному Работающих Технологий Конечно Сейчас С вхождением Нас В Афри Мы будем Очень серьезно Трек с кибербезопасностью Там создавать Ну плюс На этот год У нас Опять же Цель Аккумулировать И стимулировать Развитие технологий Кибербезопасности Но некоторое количество МНА Историй Тоже запланировано Мы себя Вот В области Кибербезопасности Я уже говорил Считаем Системообразующим Игроком И конечно Для нас важно Создавать Ну Понятно Что Ростелеком Это бизнес И основная Основной Наш КПА Это бизнес Результат Но тем не менее Задачи Системообразования На рынке Они очень важны Ради этого Мы создаем И большие Обучающие Платформы И вот такие Системы Раннего Предупреждения И конечно Мы вкладываемся В развитие Инвестируем В создание Наших собственных Российских технологий Ольга Спасибо Да Игорь Спасибо вам большое В вашем выступлении Вы коснулись Такой интересной темы Которая сегодня Уже обсуждалась Это обучение Подготовка кадров И действительно Эта тема является Центральной На нашем форуме Проходит через все секции Мы начинали на первой Будем заканчивать В четвертый день На сессии У Руслана Вестеровского Работать с молодежью И определять Тоже такой Безопасник Нового времени Нового типа В эпоху цифровой экономики Мы завершаем нашу сессию Мы завершаем нашу сессию Редактор субтитров А.Семкин